Джоанна Спаркс вновь посмотрела в глаза отражению в зеркале над раковиной. С полминуты она внимательно вглядывалась, будто в надежде увидеть там ответ на некий неимоверно важный вопрос. Так и не преуспев в этом деле, она вздохнула и блеснула в лицо пригоршню холодной воды. Перед тем, как приступать к серьёзному делу, Джоанна, как всегда, постаралась по заветам психолога очистить разум от мыслей и абстрагироваться от окружающей обстановки. Как всегда, с нулевым эффектом. «Зато легче будет освоиться, если сама стану цыпой», произнесла она себе поднос и кисло улыбнулась. Шутка эта никогда не была уморительной, да и при каждом следующем повторе смешнее не становилось. Зато, по личному мнению Джоанны, ситуацию описывала почти идеально. Наскоро вытеревшись полотенцем, она направилась в кабинет. Раздалось еле слышное жужжание, и камера на потолке комнаты повернулась, проводив её не мигающим взглядом окуляра. Наблюдательные устройства были в буквальном смысле везде, фиксируя каждое её движение. Их никто даже не пытался скрыть, поскольку предполагалось, что она сама прекрасно понимает всю важность и необходимость и т.д. и т.п. С её точки зрения всё равно отдавала нездоровым вуаризмам. Хотя и к этому, пожалуй, всё-таки можно было приспособиться. Принять или привыкнуть – нет. Но вот приспособиться и не слишком часто обращать внимание – вполне по силам. Гораздо сложнее было мириться с тем, что вместо имени у неё теперь имелся лишь безликий номер. У Даши Квон, хоть сокамерники друг к другу нормально обращаются, даже объектам-гуманоидам периодически идут поблажки. А вот она ближайшие полтора года не услышит по отношению к себе ничего, кроме опостылившего до ломоты в зубах обращения О-5-7. Иногда она подолгу думала, одной ли ей так тяжело даётся подобный образ жизни. Или же остальные мучаются теми же вопросами. Неженкой она себя никогда не считала. Однако в последнее время то и дело просыпалась в холодном поту от иррационального страха, что она забыла, как выглядит солнце. Джоанна поморщилась. Нашла о чём вспоминать. Работать надо. Строго сказала она о себе и уселась за компьютер, на экране которого отображалось и устрашающее количество открытых разом документов. Уже через минуту большая часть тревожных мыслей отошла на второй план, уступив место делу. Обязанности смотрителя оказались не столь отличными от тех, что она выполняла, будучи директором зоны. Та же логистика, та же аналитика, только в больших масштабах. Если раньше нужно было координировать работу нескольких сотен человек и нести ответственность за безопасность и бесперебойную работу своей зоны, то теперь Джоанне приходилось непрерывно держать в голове текущую информацию по всему доверенному ей региону. Оставалось лишь радоваться тому, что вопреки её фантазиям времён второго уровня допуска, отдельные смотрители не имели дело со всем фондом сразу, ограничиваясь своими областями. Всего в организации не знает никто. Джоанна десятый раз перечитывала сводки за последний месяц, пытаясь уловить закономерность. Этот проект по прогнозированию действий повстанцев Хаоса достался ей ещё от неизвестного предшественника. И до последнего времени её выкладки работали почти идеально. Однако в последнее время поведение повстанцев пошло вразрез с большинством моделей. Они резко изменили стратегию и тактику, почти прекратив деятельность в тех областях, которые раньше считались для них приоритетными. И у этого должна была иметься чёткая причина. Единственной зацепкой на данный момент оставалась возросшая активность в районе зоны 73, хотя в этом состояла и наибольшая загвоздка. Ведь это была её зона, хоть и с другим человеком в качестве директора. А потому в силу декрета неизвестной древности Джоанна не имела допуска к подобной информации по ней. Ни личных дел сотрудников, ни подробной информации по объектам, а запросы оттуда обрабатывались другими смотрителями. Попытки пробиться через бюрократическую стену, посылая официальные запросы со всех официальных аккаунтов прикрытий, приводили только к одному результату – вежливому отказу и рекомендации в случае острой необходимости отправить сообщение на рассмотрение совета. Порой это приводило Джоанну в такое бешенство, что она начинала вынашивать планы по переводу безымянного клерка, написавшего подобный ответ в класс D. Но через некоторое время всегда приходило осознание бесполезности подобной затеи. Вот и сейчас она сидела угрюмо, уставившись в тройные ряды плашек, из которых, добытые ею документ стоял едва ли наполовину. И упорно пыталась постигнуть то, что они скрывают. Внезапный писк, раздавшийся от часов на запястье, вырвал ее из раздумий и заставил слегка попрыгать на стуле. До собрания совета же было еще минут сорок. Неужели произошло что-то настолько срочное? Сердце екнуло при мысли, что где-то сейчас начинается событие класса Кей. Но нет. Показалось. Посмотрев текущее время, Джоанна поняла, что просто заработалась и не заметила, как прошли лишние полчаса. Значит, обычное собрание. Ничего страшного. Взглянув на удручающий и малый объем, добавленный за этот день к отчету, она даже на секунду задумалась, а не задержаться ли ей чуть-чуть и довести расчет последней формулы до конца. Но тут из интеркома у двери раздался голос. «Смотритель! Скоро начнется собрание! Пора выходить!» Джоанна вздохнула и поднялась из-за стола. Теперь-то точно тянуть время не выйдет. Открыв дверь, она угрюмо зыкнул на пару телохранителей, вытянувшихся по стойке смирно по сторонам прохода. За масками было непонятно, произвело ли это хоть какой-то эффект. Снаружи они вообще напоминали магазинных манекенов, обряженных в форму. Такие же недвижимые и безэмоциональные. Стоило двери за спиной Джоанны закрыться, как двое из туканов сдвинулись с места и встали по обе стороны от нее, всем своим видом показывая, что готовы защитить от любых опасностей, которых она, к слову, за все время пребывания в должности и в глаза-то не видела. «Пройдемте в зал собраний!» Раздался из-за одной из масок искаженный электроникой голос. На том разговор был окончен. За полтора года знакомства Джоанне не удалось даже имени кого-либо из безликих стражей узнать. Зал собраний, с ее точки зрения, носил такое название с высшей степени незаслуженно. Может, в годы основания фонда Совет и собирался в богато украшенном зале за огромным резным столом из красного дерева, но в нынешний век высоких технологий Джоанна оказалась лишь в небольшой комнатке, все содержимое которой ограничивалось офисным столом да компьютером. Она давно пыталась выбить возможность запускать совещания на своем ноутбуке, но они все были отклонены. По соображениям безопасности. Пробурчав себе под нос что-то про вездесущих бюрократов, Джоанна надела наушники и запустила программу. На экране незамедлительно появилась таблица из пронумерованных портретов аватаров. В ушах тут же раздался ехидный голос. «Привет, седьмая. А мы уже заждались». «Привет, десятый. Извини, заработалась». «Давайте уже начинать дел не в проворот», – проворчал четвертый. Его манера речи тоже была знакома, но не настолько сильно. Видимо, встречались на собраниях директоров зон. К слову, насчет количества дел четвертый явно преувеличил. Наибольшим потрясением для Джоанны после вступления в должность было как раз то, что собрания смотрителей протекали спокойно, по расписанию и без ожидаемого завала. Как оказалось, большинство запросов вообще до совета не доходили, обрабатываясь бюрократической машиной где-то на полпути. Странно было осознавать, что большинство резолюций О5, которые она видела в своей жизни, были, скорее всего, одобрены очередным безымянным клерком, а не смотрителями. Тем не менее, текущую жизнь подобный порядок облегчал неимоверно. А потому особых причин жаловаться Джоанна не видела. «Итак, на повестке дня у нас сегодня…» начал меж тем перечислять первый. И чем больше Джоанна вслушивалась в содержание дальнейшего списка, тем сильнее убеждалась в том, что сейчас просидит несколько часов, слушая обсуждения вопросов, не касающихся ни ее области ответственности, ни ее профессиональных навыков. Сама собой в голову закралась мысль, что вполне можно разнообразить это, по большому счету, бесцельное времяпровождение, каким-нибудь более полезным делом. Полминуты спустя она уже добыла из папки с личными документами необходимые сводки и развернула их поверх окна с информацией о запросах к совету. Это не мешало ей участвовать в обсуждениях и вполне осмысленно ставить голос «за» или «против» там, где это требовалось. Однако большая часть мыслительных процессов была наглухо занята попытками вычислить, что же нужно повстанцам в зоне 73. Три последовательных нападения на крыло евклидов. Но это, скорее всего, отвлекающий маневр. Попытки обрезать пути снабжения, впрочем, неудачные. А вот отчет о поимке их агента, работавшего в хранилище малоценных предметов, за попыткой получения доступа к документам по одному из скеттеров. Хмм, а может им нужно как раз что-то из аномалок? Надо инициировать дополнительную проверку всей его деятельности там. Тем временем собрание переходило от одного пункта к другому, подтверждая и отклоняя, формируя планы глобального масштаба и в целом управляя деятельностью огромной внеправительственной организации, защищающей человечество от неведомого. Для этого требовалось принимать решения по недавним нарушениям условий содержания, запросам исследователей, распределению ресурсов, строительству новой зоны в Юго-Восточной Азии, зеленому чаю... Стоп. Зеленому чаю? Черный только черный. Другого чая не приемлю. Проговорил восьмой. А как же Пуэр? Возмутилась девятая. Не надо ссориться. Примирительно сообщил первый. Чая хватит на всех, какого только захотите. Сейчас только кипяточек на плиту поставлю. После чего деловито забулькал. Секунду-другую Джоанна пребывала в легком ступоре от происходящего. Затем, не в силах поверить своим ушам, полезла сквозь кипы открытых отчетов глянуть на содержание текущего запроса. Как вдруг чьи-то сильные руки дернули ее назад, уронив на пол вместе с офисным стулом, компьютерной мышью в руке и оборванными наушниками в ушах. Затем те же руки рывком выволокли ее за дверь зала собраний, подняли и поставили на ноги. Только тут Джоанна поняла, что, во-первых, все эти действия с ней провернули ее же телохранители, а во-вторых, воздух вокруг был наполнен стрекотом тревожной сирены. Не дав ей толком опомниться, безликие стражи подхватили Джоанну под руки и практически понесли ее куда-то по коридору. Короткое путешествие завершилось в небольшой комнате. Судя по койке и набору инструментов, застекленном в шкафчике, имевшую медицинское назначение. На очевидные и логичные вопросы «Какого черта тут происходит?» ее провожатые отвечать отказывались, по-прежнему корчая себя бессловных истуканов. Впрочем, слегка придя в себя, Джоанна поняла, что ответ на большинство этих вопросов и не требовался, поскольку был очевиден. На них напали. Физически, информационно или еще как, неважно. Будь то атака враждебной своры, вырвавшейся на свободу Кеттера или начало Третьей Мировой, главным было то, что удар был нанесен по святая святых фонда. Совет усмотрителей. А значит, ситуация выходила за рамки обычных сценариев. В голове тут же пронеслись события последних минут. Первый, восьмое и девятое точно попали под какое-то воздействие. Кто же изначально сказал «призеленый чай»? Кажется, двенадцатый. Это значит, что их функции на время кризиса придется выполнять остальным. Получается, оставшимся придется как-то координировать еще пол Европы и всю Южную Америку. Хреновый расклад. Это если считать, что больше никого не задело. А следовательно, исходить надо из худшего варианта и рассчитывать из того, что кроме меня ушло невредимыми, максимум один-два осмотрителя. В ее голове уже начали вырисовываться стратегии урегулирования ситуации и противостояния возможным угрозам в ее и паре соседних зон ответственности. Как вдруг интерком у двери дважды моргнул, сигнализируя о том, что с той стороны кто-то хочет войти. Телохранители мгновенно очутились перед Джоанной, взяв дверной проем на свой прицел. Сигнал моргнул еще дважды, на этот раз сопровожденный нетерпеливым стуком в дверь. Через несколько секунд из-под шлема раздалось отрывочное «Да, так точно. Понял. Уже за дверью. Сейчас проверим». Один из охранников слегка напрягся. После нажатия кнопки на интеркоме с той стороны раздался раздраженный и очень знакомый голос. «Да я это, черт побери, впускайте уже». «Водит ли черная луна?» Спросил в ответ телохранитель, не прореагировав на слова собеседника. «24 часа в сутки, без обеда и выходных. Теперь откроете, наконец?» С тихим щелчком дверь открылась. За ней с нетерпеливым и недовольным выражением на лице стоял Марк Стокман. Личный психолог, невролог, психиатр и прочее, прочее. Зашкаливающий уровень секретности способствовал совмещению обязанностей. Стоило только ему сделать шаг внутрь, как Джоанна набросилась на него с вопросами. «Что произошло? Могу я, наконец, получить отчет по…» Марк прервал ее жестом. «Я отправился сюда, как только объявили тревогу. Нужно провести осмотр все вопросы потом». Она пыталась возразить, но Марк покачал головой. «Вы знаете протокол Джоанна?» Пожалуй, это следовало считать нечестным приемом. Личный разговор без званий и титулов был допустим только на психологических консультациях, поэтому обращение по имени остановило ее быстро и эффективно. К тому же протоколы на случай чрезвычайных ситуаций действительно оставляли мало простора для маневра. Следующие несколько минут были посвящены общему осмотру, проверке рефлексов, зачитыванию скороговорок и прочей медицинской ерунде. С точки зрения Джоанны с ней все было в норме, однако Марк постепенно становился все мрачнее и мрачнее. Наконец он полез в медицинский чемоданчик и достал оттуда набор одноразовых шприцов. «Ладно, ничего хорошего, но с этим можно поработать», – пробормотал он. «Ложитесь на кушет. После этого укола может быть тошнота и головокружение. Они пройдут через пару минут». «Хорошо бы мне амнезиак», – подумала она, закатывая рукав. «Ашка вышибет не меньше пары часов, а сейчас каждая минута на счету». В момент укола она вдруг поняла, что Марк будто случайно наклонился к ее уху. «Глаза закрыли». Еле слышно процедил он сквозь зубы. Тон его при этом настолько отличался от обычного, что Джоанна рефлекторно подчинилась. Секунду спустя она пожалела об этом, поскольку открыть глаза обратно не получилось. От места укола по всему телу разлилось оцепенение, сковавшее каждую мышцу, за исключением жизненно важных. Раздался звук закрывающегося чемоданчика, а затем голос Марка. «Как я и опасался. Прогрессирующее меметическое заражение. Пока она в бессознанке, ей ничего не грозит. Но необходимо срочно доставить ее в медотсек. Теперь ваша очередь. Фил, Джим, она за это время что-нибудь вам говорила?» «Ничего необычного. Только несколько вопросов о...» Ответил Фил. Или Джим. «Стоп, стоп, стоп!» Оборвал его Марк. «Вы все это слушали?» Меметические фильтры не выявили угроз. Так что мы решили... «Фильтры в терминалах совета не выявили угроз, черт вас подери!» Взорвался Марк. «Какого крена нельзя было вырубить звук и читать, мать вашу, по губам?» «Не положено. В случае столкновения с противником, это бы повысило вероятность». «Досрать я хотел на вашу вероятность. Я не собираюсь тут оказаться наедине с парой вооруженных психов. Джефф, это Стокман. Я на месте, тут полная жопа. Да. Нет. Меметика во все поля. Короче, не считая седьмой, накрыло обоих. Так, нужна замена чрезвычайно срочно. Что? Сколько? Да ты издеваешься, что ли? Тут неизвестным мемом поразило обоих телохранителей. Не от них в случае чего дипломом отмахиваться? Говорю же, высылай замену. Это чрезвычайно срочно. Ну, хорошо, но не больше, понятно? Жду». Коммуникатор издал еще один звук, сигнализирующий о завершении вызова. Марк вздохнул с некоторым облегчением. «Так, ребятки, я все согласовал. Руки в ноги и бегом в карантин, пока не убили тут кого-нибудь. Сменщики уже в пути. Мы дождемся их прибытия. Каких-либо изменений, пока...» Тут Джим Фил вдруг прервался. «Слушаю. Так точно. На месте. Ждем прибытия. Но...» «Да, понял. Выдвигаемся». За этим последовал звук шагов тяжелых башмаков телохранителей, дверь в помещении открылась, затем закрылась снова. С полминуты стояла почти полная тишина. «Наконец-то!» Раздался голос Марка над ее головой. «Ну, как говорится, поехали!» Под спиной Джоанны что-то скрипнуло, и она почувствовала, как поднимается на полметра вверх. Сразу всплыли воспоминания о том, что кушетки в медпомещениях как раз на случай ЧП были оборудованы возможностью преобразования в каталки. Почти сразу же она ощутила, как ее ложе вновь пришло в движение. Марк вывез ее из помещения и направился вперед по коридору. Он был один и явно торопился. Некоторое время Джоанна слышала только его сопение и легкое постукивание деталей кушетки каталки. Она старательно считала повороты, и по всему выходило, что направлялись они как раз к кабинету, в котором Марк обычно вел прием. И действительно, в ожидаемый момент каталка остановилась, раздался звук считывателя ключ-карт, потом открытие двери. Марк торопливо зашел внутрь. С полминуты из помещения раздавалось какое-то шуршание, подпискивание кладовой панели, затем тихий щелчок. Ее ложе вновь двинулось в путь, причем значительно более долгий, чем можно было того ожидать от поездки через небольшой кабинет с единственным входом-выходом, из чего Джоанна сделала вывод, что теперь ее везут по ранее недоступной части комплекса. Еще через три двери и пять поворотов каталка вновь остановилась. Эта остановка, по-видимому, была последней, поскольку откуда-то снизу раздался скрип, и каталка, немилосердно тряхнув свою пассажирку, трансформировалась обратно в кушетку. Некоторое время Джоанна старательно прислушивалась, но почти безрезультатно. Удалось разобрать только негромкий звук шагов. Видимо, Марк ходил кругами. Затем и он стих. Щелкнула зажигалка, и воздух начал наполняться запахом сигаретного дыма. Однако больше ничего не происходило. Минуты тянулись как часы, а мышцы наотрез отказывались отвечать на приказы мозга. Наконец, спустя целую вечность, она почувствовала, что какие-то крохи контроля над собственным телом возвращаются обратно. Открыть глаза оказалось значительно тяжелее, чем вручную оттаскивать броневую заслонку от двери во время Ноус. Черт знает, какого года. Но, приложив уйму сил, Джоанна все-таки справилась с этой задачей. С первого взгляда стало понятно, что в этом помещении она раньше не была. Небольшая тусклоосвещенная комната, всей мебели, стол со стулом, да несколько карточных шкафов. Зато на столе красовался целый набор мониторов, на каждом из которых в реальном времени отображались показания нескольких камер видеонаблюдения. Сперва это привело ее к мысли, что она находится в одном из наблюдательных постов охраны. Однако набор до боли знакомых чистых бланков в лотке громоздкого принтера рядом со столом и точно таких же, но заполненных в одном из выдвинутых ящиков шкафов позволил сделать вывод, что это хоть и наблюдательная станция, но и следовательская. Марк сидел за столом, невидящим взглядом уставившись в мониторы. Стоявшая перед ним пепельница была до половины заполнена еще слегка дымящими окурками, а сам он с завидной чистотой затягивался очередной сигаретой. Бальцы заметно дрожали, когда Марк начал поворачивать голову в ее сторону. Джоанна попыталась было зажмуриться обратно, но тут же поняла, что закрывать глаза в текущем состоянии было ничуть не легче, чем открывать. «Ну, наконец-то!» произнес он резким движением, чуть ли не размазав остатки сигареты по дну пепельницы. «Самое время. Вы, правда, и так должны были оставаться в сознании, но я не был уверен, что оно было достаточно ясным для того разговора, который нам предстоит. Хотя, что это я все о себе?» – нервно хохотнул он. «У вас же явно куча вопросов». Джоанна собралась со всеми имеющимися силами, разлепила пересохшие губы и постаралась задать вопрос, который мучил ее все время, проведенное на этой койке. «К? Кто?» – раздался еле слышный шепот. Хотелось, конечно, выдать что-то более внушительное, но и это потребовало столько усилий, что в пору себе почетную медаль фонда вручить. «Повстанцы, конечно». Марк пожал плечами. «Думаю, вы и сами догадались. И не надо на меня таким взглядом смотреть. Я знаю эту чертову песню. Предатели организации, родины, человечество. Тьфу, башь противно. К слову, завербованными я был еще за несколько лет до устройства фон. Так что, в отличие от большинства, я своего выбора как раз не менял». «Едопьетесь». Даже с еле ворочающимся языком и запасом сил новорожденного котенка, Джоанна постаралась высказать свою позицию наиболее ясно. Часть ее при этом понимала всю бессмысленность сказанного, поскольку даже обладая половиной фондовских возможностей ведения допроса на своей территории повстанцы добьются от нее чего угодно. «И чего же по-вашему?» – поинтересовался Марк в ответ. «Джоанну, даже если вас запытают про мот мозги и выудят всю известную вам информацию без остатка, от нее все равно не будет пользы. После подобного инцидента все, что вы успели коснуться, будет уничтожено, заменено или переделано с нуля в кратчайшие сроки. Ваши знания никому нахер не сдались. Уясните это для начала». «Тогда зачем?» Удивление от осознания услышанного перекрыло даже уязвленную гордость. Происходящее стремительно начало вновь терять всякий смысл. Радовало только то, что говорить и двигаться становилось все легче. Видимо, действие препарата довольно быстро сходило на нет. «Нам нужна ваша помощь». Джоанна попыталась рассмеяться. Силы времени на это ушло много, но Марк дотерпел до конца, не прерывая. Затем просто кивнул в сторону мониторов. Переведя на них взгляд, Джоанна пристально всмотрелась в картинку. Первое впечатление было неприятным. Это были не просто записи с камер наблюдения. Все они были с ее камер наблюдения. В каждом квадрате она видела собственную фигуру в различной обстановке. В кабинете, зале собраний, спальне, санузле. Судя по количеству, тут непрерывно оценивалась в мельчайших подробностях эта пара месяцев ее жизни. Тем не менее, это не объясняло реакции Марка, которая предполагала, что по изображениям на мониторах все станет понятно. Она принялась вновь и вновь перебирать отображающиеся сценки из ее собственной жизни в комплексе. Собрания, отчеты, сон, еда, работа за компьютером. И тут она увидела такое, что Марк, глянув на ее выражение лица, удовлетворенно хмыкнул. На одном из мониторов отображалась запись ее самой. И в этом не могло быть сомнений. Что-то, строчившее на клавиатуре ноутбука, вот только та Джоанна, что была на записи, в процессе периодически затягивалась сигаретой, добытой из дорогого на вид портсигара. В то время, как Джоанна, лежавшая на кушетке, терпеть не могла даже остаточного запаха табака, витавшего временами в туалетах комнаты отдыха зоны 73. «О, вижу, действие препарата сходит на нет», сообщил Марк. Джоанна и сама не заметила, как от удивления приподнялась на локте. Он проследил за ее взглядом. «Это 43-я, заядлая курильщица. Впрочем, встречается в той или иной форме почти в 40% случаев, поэтому причислена к допустимым отклонениям». «Кто они?» Джоанна лихорадочно перебирала в голове данные по всем проектам, которые могли иметь схожий вид, пусть и не касаясь конкретно ее и конкретно этого комплекса. Ничего не подходило. Она вновь внимательно смотрелась в изображение на мониторах. Дата и время на всех одно. Текущее. Отличались только номера в нижнем правом углу каждого. Зашкаливающее разрешение картинки позволило ей в каждом экране с предельной четкостью видеть саму себя. И в том, что это не загримированные актеры, сомнений быть не могло. Однако при повторном осмотре у большинства обнаружились малозаметные отличия. Короткая прическа, под которую она не стриглась уже лет 10, кашемировый свитер, которого и в помине не было в ее собственном гардеробе, и другие небольшие, но значительные в текущей ситуации неувязки. Конечно, при должном старании и вложении ресурсов сфабриковать можно было и не такое. Но тут 43-й, как назвал ее Марк, во время очередной затяжки слегка сполз рукав халата, обнажив запястье и наполовину татуировки щита. Как раз такой, какую она полгода назад хотела сделать, но так и не решилась подать запрос. Тон Марка стал внезапно сухим и жестким. Особенно Джоанне не понравился упор на последнем слове. Внутренний голос все еще кричал что-то про телепатическую слежку или фальсификацию видео, но быстро стихал под тяжестью фактов, которые она видела своими глазами. И вы тоже. Перебил он ее, глядя прямо в глаза. В его взгляде была лишь усталость и сожаление. Сердце Джоанны ухнуло куда-то вниз. Она замотала головой. Вы меня за идиотку держите. Что-то такое я бы точно заметила. У меня доступ ко всей информации. Кроме той, что связано с вами лично. Но я прекрасно помню. Джоанн. Вновь прервал ее Марк. Вы можете вспомнить, какая страна набрала больше всего медалей на последней Олимпиаде перед вашей командировкой. Вы ведь интересуетесь спортом. Уж я-то знаю. Это ничего не доказывает. Со злостью сообщила Джоанна после нескольких секунд бесплодных размышлений. Конечно. Тогда, возможно, вы вспомните, кто был президентом. А какую премьеру вы видели последней? Может, хотя бы назовете год, когда стали директором Зоны 73? Не став дожидаться очевидного отсутствия ответов, он продолжил. На стадии имплантирования воспоминаний они корректируются соответствующим образом. Это несложно. Особенно по сравнению со всем остальным, что здесь делают. Добавляется информация, позволяющая не отставать от новинок в техническом прогрессе. А воспоминания, способные навести на нежелательные выводы, удаляются. Поверьте, мы выловили все возможные намеки раз за разом методом проб и ошибок. Некоторое время Джоанна молчала. Очень хотелось взвыть в голос, но показывать слабости в такой ситуации было категорически нельзя. Наконец, она не выдержала и все-таки задала рвавшийся с языка вопрос. Но зачем? Во имя блага фонда и всего человечества. Для чего же еще? Без тени сарказма ответил Марк. Вы правда думаете, что организация может доверить решение вопросов глобальной важности сотням безымянных клерков? Что она допустит хотя бы теоретическую возможность раскола мнений среди различных команд управленцев? У руля фонда могут стоять только лучшие из лучших. Надежнейшие из надежнейших. Кем и являются смотрители. Когда свет вполне мог со всем справляться самостоятельно, пускай работая сверхурочно и без выходных, сейчас масштаб деятельности фонда несравнимо больше. А вот политика управления так же. Так что совету понадобится много дополнительных рук, которые бы тем не менее мыслили и принимали решение как один и тот же человек. Так и был основан этот проект. Джоанна, под вашим управлением Зона 73 вышла на первое место по показателям на половине континента. Совету необходим именно такой уровень качества навыков. Только в десятки раз в большем количестве. Хватит лезтья. Мрачно прервала его Джоанна. Предположим, что я в это поверила. С чего мне вам помогать? С того, что иначе вам конец. В ответе Марка не слышалось угрозы. Только констатация факта. И это пугало сильнее. Даже если сейчас вы меня повяжете, триумфально сдадите охране, делайтесь дозой ашки, что по-вашему будет дальше? Я имею в виду, после того, как вы, в счастливом неведении, отработаете остаток командировки. Джоанна понимала, к чему он клонит, однако часть рассудка, целенаправленно отрицавшая очевидное, заставляла стоять на своем. Сотрут память и пустят по новому кругу. О, да. До старости жить без имени в четырех стенах, когда тебя даже на толчке снимают крупным планом. Прям мечта. Марк невесело хмыкнул. Вот только вам и этого не светит. Джоанна, срок вашей командировки установлен трехлетним именно потому, что клонов строго запрещено использовать дольше. Никаких амнезиаков и вторых кругов. Вас просто пустят на компост. К сожалению, точные причины запрета мне неизвестны. Для этой информации я добраться не смог. Но ходят слухи, что введен он был после какого-то инцидента со вторым. Если не верите, могу проводить в разделочную, там держат неплохой запас остатков. К горлу Джоанны подкатила волна тошноты. Она замотала головой. Я как-то так и думал. Джоанна, поймите. Тон Марка смягчился, а стал почти простительным. У нас ведь тоже объекты, которые нужно содержать. Ресурсы, которые нужно распределять. Персонал, которым нужно управлять. Повстанцам позарез не хватает административного персонала. Тем более вашего уровня. Вы можете не соглашаться с нашими методами, но цели у нас те же. Все эти взаимные атаки, подставы, лишь следствие очередного древнего недоразумения, которое никто уже толком и не помнит. А работая с нами, у вас, Джоанна, будет шанс наконец исправить и завершить этот дурдом. Если вы согласитесь, то больше никаких стен и недоговоренностей вы будете реально управлять своей судьбой. По крайней мере, повстанцы всегда знают, на что идут. И зачем. Некоторое время, Джоанна молча смотрела Марку в глаза. Этот человек мог врать. Или искренне верить в то, что наврали ему. В любом случае, повстанцы, скорее всего, собирались ее использовать. И шанс того, что она при этом хотя бы останется в живых, был ничтожно мал. Но он был. А здесь его не было вообще. Это она уже поняла точно. Как и шанса когда-либо за ее клонированную жизнь увидеть солнце. Подобное решение противоречило всем ее убеждениям. И одна половина ее рассудка упорно твердила, что лучше умереть героем, чем жить предателем. Однако другая в то же время холодно заметила, что умрет она, не защищая человечество, а в ходе штатной ликвидации смазки для бюрократической машины с истекшим сроком годности. Так прошло несколько бесконечно долгих секунд. «И что?» Сглотнула она. «Что нам сейчас делать?» Марк вздохнул с видом человека, с плеч которого только что свалилась непосильная ноша. «Ждать?» Ответил он, слабо улыбнувшись. «Если все пойдет хорошо, то ваше участие вообще не понадобится. И вынесут вас отсюда на блюдечки с голубой каемочкой. Но я не верю, что так и будет. Слишком уж все гладко шло до этого момента. Хотя, хотя я, конечно, чуть не обосрался, когда Джефф первый раз кодовое слово не расслышал. Он нервно хохотнул. «Ваших тут значит много?» «Сравнительно с общим числом персонала, да». Марк пожал плечами. «Доступ к этому проекту настолько засекречен, что тут народ по пальцам пересчитать можно. Чем меньше осведомленных, тем сложнее для таких, как я. Вы даже не представляете, сколько сил и ресурсов было затрачено на эту операцию. Зато в случае чего хозяевам этого места намного сложнее вызвать подмогу, поскольку даже для фондовских баз данных его не существует». Джоанна в это время продолжала смотреть на мониторы, в особенности на тот, где отображался ее курящий вариант. «Эти поведенческие отклонения, а не следствие ошибок при копировании моей исходной личности?» «Нет. Оборудование работает без ошибок. Вы являетесь идеальной копией, неотличимой от оригинала, если вы об этом. Просто даже одна и та же личность в почти одинаковых условиях часто начинает по каким-то причинам слегка меняться. Я как раз на эту тему диссертацию пишу. Вернее, писал». «Какая жалость». «Не надо сарказмы. Этот проект – единственное место, где можно тестировать подобные теории, поскольку объемных средств на него уходят просто чудовищно. Если бы нам тут не позволили собирать данные для побочных исследований, то все это и так осталось бы гипотезами на бумаге на веки вечные». «И много полезных данных можно получить из количества выкуренных ей сигарет». «Порядочно. Но мы в основном следим не за малыми отклонениями. Время от времени у некоторых клонов проявляются более серьезные особенности. Одного обычно сохраняют для наблюдения и включают в совет экзотов». «Чего?» «Но это мы между собой их так называем. Особо отличающихся экземпляров собирают вместе, скармливают им информацию годичной давности и смотрят, чем отличаются их решения и каким результатом бы в ретроспективе привели. Если они показывают себя стабильно, лучше оригинала, то иногда даже нейронные карты редактируют, чтобы получать соответствующие им копии. «Третий» и «двенадцатый», к примеру, в текущем виде являются копиркой с экзотов пятого поколения. К слову, у вашей нынешней экзотки внезапно прорезался музыкальный слух. Решение на принимать несколько более импульсивно, но иногда быстрее находит верное. Если хотите, могу переключить монитор». В этот момент раздался тихий щелчок и освещение несколько раз моргнуло, прежде чем совсем погаснуть на несколько секунд. Как только свет появился вновь, и с коммуникатором Марка начало доноситься какое-то жужжание вперемешку с тонким писком, отчего он подскочил, как ужаленный, бросил устройство на пол и растоптал его каблуком ботинка. Спустя еще пару секунд запор на входной двери пискнул и с тихим щелчком отворился. «И что это значит?» поинтересовалась Джоанна, уже догадываясь о том, каким будет ответ. «Во-первых, что я был прав, а во-вторых, что нам пора. Времени теперь немного», мрачно сообщил Марк. Он направился к двери. При этом он оглянулся на Джоанну, однако, увидев, что она без колебаний пошла следом, лишь с его точки зрения ободряюще улыбнулся и ускорил шаг. К некоторому разочарованию девушки, коридоры, ранее скрытые от нее части комплекса, практически ничем не отличались от всех остальных. Даже паркетная плитка на полу, судя по всему, та же самая, только камер, по крайней мере заметных глазу, было, судя по всему, меньше. А в остальном складывалось впечатление, будто она никуда и не выходила. Однако, уже за первым поворотом она наткнулась на то, что ясно дало ей понять, где и в какой ситуации она находится. Прямо перед ней возникла высокая фигура в броне, в защитной маске и с оружием в руках. Сердце ее от этого сумело каким-то образом одновременно и ухнуть в пятки и попытаться выскочить из горла. Страх парализовал ее на пару секунд, однако затем она заметила, что во-первых, фигура перед ней подозрительно недвижима, а во-вторых, что маг не проявляет никаких признаков беспокойства. Беру свои слова обратно, сообщил он, осматривая возникшее перед ним препятствие. Я был неправ, нам очень повезло. Если бы этот парень успел до нас добраться, то тогда мы уже бы тут не разговаривали. Только тут же она полностью осознала, что стоящий перед ней человек мертв. Он не производил ни малейшего движения. Смотровое стекло маски было матово-белым, а из пулевого ранения в плече, вокруг которого одежда была пропитана свежей кровью, торчало что-то, более всего напоминающее комок пушистой плесени. Изнутри тела периодически доносились еле слышное жужжание и тонкий свист. Когнитивка, ответил Марк на ее невысказанный вопрос, деловито обыскивая стоящего перед ним мертвеца. Очень мощное и очень специфичное. Он взвесил в руках экспроприированный автомат, покачал головой и отбросил его в сторону. Затем добыл у того из кобуры пистолет и удовлетворенно сунул его себе за пояс. Джоанне показалось, что он успел прихватить у трупа еще что-то, но она не успела точно разглядеть, что. Марк продолжил. Зато теперь у нас есть кое-что даже на самый крайний случай. Лучше быть готовым ко всему. Джоанна предпочла не отвечать, и они двинулись дальше. По словам Марка, пройти надо было совсем немного, однако за это время им встретилось еще несколько трупов. Охранники, ученые, уборщик. На этих масок не было, и Джоанна горько об этом пожалела. Даже Марк, старательно строивший из себя крутого провожатого, едва заметно вздрагивал, проходя мимо этих застывших в своей предсмертной позе фигур. Наиболее крупная группа повстречалась им как раз в конце пути. Четверо формы охраны, судя по всему, застегнутые в ходе перестрелки друг с другом. Двое явно ранены, причем один сползший по стене, и сейчас намертво прилипший к ней, очень серьезно, возможно, даже смертельно. Впрочем, сейчас это было уже не важно, поскольку все они были уже мертвы. Мертвы из-за нее. Джоанна давно уже свыклась с тем, что в фонде твои коллеги, друзья и дорогие тебе люди могут уйти в любой момент, причем самым страшными способами. Но тогда это происходило из-за ноус-объектов, непредвиденных последствий опытов или прямого нападения третьих сил. Сейчас же все было иначе, хотя понять, кто из охранников находится на какой стороне, было в текущем положении невозможно. Но это было несущественно, поскольку каждый из них погиб только лично из-за нее. На секунду ей даже показалось, что она чувствует еще теплую липкую кровь на своих пальцах. Джоанна не удержала вздох. Это было крайне меру. Тихо пробормотал Марк. Никто не рассчитывал на применение этого. У нас просто не было другого выхода. Пойдем. Твердо оборвала его Джоанна и, пройдя между двумя мертвецами застывшей в своей последней схватке, шагнула в открытые двери лифта. Подъем был столь при мыслях о трехмиллионных том камня, что ежедневно нависали у нее над головой. Марк, меж тем, прямо в кабинете добыл из кармана пачку сигарет и закурил. В стене лифта тут же зашуршала встроенная вытяжка. Джоанна покосилась на это явно избыточное нововведение. Марк мыкнул. Так проще, чем вправлять мозги половине коллектива. Да и все равно в такой обстановке каждый находит себе отдушину по вкус. Не одно, так другое. Можно уточнить порядок ваших действий на случай, если мы разделимся и дальше вам придется продолжать путь в одиночку. Понятия не имею. Точного местоположения этого комплекса не знает никто из находящихся внутри. Даже континент под вопросом. Учитывая особенности секретности и необходимость нормальных путей сообщения для подвоза ресурсов, ходы-выходы должны располагаться где-то в пределах относительно крупного населенного пункта. Так что попав наружу, вам нужно будет как можно быстрее добраться до ближайшего телефона, набрать 911 и произнести кодовую фразу, которую отследят наши. К этому моменту у нас оперативные группы по всему миру будут в состоянии полной готовности. Так что, скорее всего, успеют до прихода фондовской кавалерии. Скорее всего, не ахти перспективы. Чем богато? У нас бюджеты и ресурсы не бесконечны в отличие от некоторых. Главное, запомните, сообщить нужно о том, что на вас напали трое двухметровых азиатах с татуировкой Элмо на лбу у каждой. Редкая бредятина. Зато легко отслеживается, если знать, что искать. До этого момента вам необходимо будет прятаться и не усовываться. Заметит хоть краем глаза кто из местных и вам конец. Я не настолько беспомощна и вполне способна хотя бы убежать. Нет, не способна. При копировании каждый раз встраивается уйма защитных механизмов. Мимагенты, которые подействуют только на вас. Усиленная воспринимчивость к определенным препаратам. Может что-то срабатывающее просто со временем. Даже мне известна команда, от которой у вас на пять минут руки отнимутся. В целом, конечно, ничего нерешаемого и когда до наших доберетесь, все быстро поправят. Но сейчас вы крайне уязвимы. Джоанна поморщилась. Политика десятикратной перестраховки фонда внезапно стала крайне раздражающей, когда оказалась применена на ней и против нее же. Есть какие-то советы по тому, как лучше прятаться? Ну, для начала маскировка. И как по-вашему я буду? Договорить она не успела, поскольку в этот момент получила короткий, но мощный удар в переносицу, за которым последовал пинок по лодыжке, отчего искры из глаз посыпались с новой силой. И с правой ноздри на блузку тут же весенней капелью брызнула кровь, а ладонь, взметнувшаяся к пострадавшему носу, нащупала с его отчетливое смещение на сторону. Затем сквозь слегка затухающую боль пробился голос Марка. Не фонтан, но на взгляд мельком или человека, видевшего вас только на записях, должно сработать. Он оглядел плоды рук своих, встретился взглядом с Джоанной и вздохнул. Теперь, видимо, моя очередь, а то в таком виде я буду только... Ему договорить она тоже не дала. Джоанна вложила в свой удар всю накопившуюся злость, из-за чего не ожидавшего подобного Марк отлетел в сторону, дополнительно ударил с лбом стенку лифта и ушиб руку о поручень. Малость перевор, сообщил он, сплюнув обломок зуба с кровью и ощупывая разбитый лоб. Джоанна в ответ только улыбнулась, шмыгнула еще кровоточившим носом и подала руку, помогая подняться. Когда двери лифта открылись, перед ними предстал широкий и пустой холл. Хоть Марк и сказал, что верхний уровень почти всегда пустует, входить в роль они решили заранее. Ее задачей было цепляться за него покрепче, хромать и смотреть в пол. И при этом она справлялась практически идеально, благо нога все еще болела нещадно, а обзор стремительно перекрывали наливавшиеся под обоими глазами фонари. Ничего, фактически осталось до аварийного выхода доковылять. Барматал Марк, успокаивая то ли Джоанну, то ли самого себя. Даже дорогу помнить не надо, к нему указатели везде налепили, наверное, пожарная инспекция заставила. Он хихикнул. А как наружу выберемся, то там вообще пара пустяков. Позвонить да дождаться, делов там, а там уж... Марк, это ты, что ли? Раздался голос из-за поворота, они остановились как вкопанные. Из коридора, в который они как раз направлялись, вышел человек. Это был бородатый мужчина лет под пятьдесят в форме охранника с широкими добрым с виду лицом и ярко-голубыми глазами, придававшими ему какие-то детские, слегка глуповатые выражения. Тем не менее, автоматы, офицерские погоны намекали на то, что расслабляться не стоит. Аликс, ты живой? Нотка радости в вопросе Марка не звучала наигранной. Видимо, эти двое были хорошо знакомы. Ну да, куда ж я денусь-то? Сегодня тут полдня один кукую, так что когда... Тут он, видимо, заметил, в каком они были состоянии. Чёрт, да какого хера у вас там творится? Сам бы хотел знать. Клонился Марк. Там внизу полный п***ец. Ты что, не слышал ничего? Да на верхнем посту коммутатор работает как кусок говна. Он и обычно сообщения снизу через раз ловил. А сегодня с самой тревоги замолчал наглухо. Слушай, а это кто с тобой? Лаборантка с третьего уровня. Алиса, кажется. Еле выволок. Ей сильно досталось. Из остальных-то ещё кто-нибудь тут проходил? Да нет, вы первая. Дай помогу. Аликс отцепил Джоану от её спутника и стал сам поддерживать её одной рукой, в которой, по ощущениям, сил было больше, чем у них с Марком на двоих. От этого её реально стало не по себе. Чёрт, это хреново, произнёс Марк с облегчением, которого Аликс, как надеялась, Джоанна, не заметил. Ал, там полная жопа. Я не знаю, что именно ударило, но без запергруппы это точно не разгрести. Они скоро будут? Как будто сам не знаешь. С нашими-то уровнями секретности. Я, конечно, отсигналил сразу по инструкции, но это ещё полчаса ждать. Не меньше. Так что вы пока ждите у выхода, а я тут покараулю. Вдруг ещё кто выберется. В этот момент они подошли к очередному дверному проёму. За ним виднелся ещё один небольшой отрезок коридора, завершавшийся дверью с красноречивой табличкой пожарный выход. Алекс поставил Джоанну ближе к стене, а сам тем временем снял с пояса нечто, более всего напоминающее переносной банковский терминал. Окей, дверная электроника не работает, так что отмечайтесь у меня тут, а то команда зачистки в лучшем случае за гражданских примет и амнизирует. А, ну да, конечно. Нервно ответил Марк, после чего добыл из нагрудного кармана пропускную карточку, и приложил к небольшому черному квадрату на нем большой палец. На экране высветилось его личные данные. Я правда листу из лютой жопы там вытащил, не уверен, что у нее карта при себе сейчас. Логично, пожал плечами Алекс. Тогда пока пускай просто личный код введет, а с биометрикой потом разберемся. И протянул устройство Джоанне. На сердце у нее похолодело. Дрожащей рукой она потянулась к аппарату, лихорадочно соображая, что же делать. Тянуть время? Пытаться что-нибудь соврать? Броситься на Алекса, воспользовавшись эффектом неожиданности? Последние варианты выглядели физически невыполнимыми, потому она решила следовать первому, в надежде, что Марк успеет еще что-то предпринять. Попытавшись изобразить уверенность на лице, она принялась нажимать случайные цифры на клавиатуре чуть медленнее, чем это необходимо. На пятой она вдруг поняла, что это получилось слишком со ставшими вдруг холодными как лед глазами Алекса осознала, что и он тоже это понял. Алиса, чего ты копаешься? Шагнул к ней Марк. Что-то случилось? Давай помогу. Несмотря на спокойный тон, в его взгляде читалась та же ледяная решимость, что и у Алекса. Нутром она поняла, что именно он собирается сделать и даже попыталась было воспротивиться, но было уже поздно. Одним движением Марк швырнул ее в дверной проем, после чего выхватил из-за пояса трофейный пистолет и трижды выстрел по электронному замку. Первая и третья пули при этом лишь отрикошетели от стены, одна в лампу над их головами, другая в живот самому Марку. Зато вторая разнесла корпус замка в дребезги и закоротила его содержимое. С грохотом крышки саркофага здоровенная бронированная дверь автоматически захлопнулась. С той стороны раздались крики, несколько выстрелов, затем короткая очередь. За ней последовал глухой взрыв, на смену которому пришла тишина. Джоанна не могла точно сказать, сколько времени она ломилась в дверь, проклиная, на чем свет стоит всех, кто остался за ней. Может минуту, а может пять. Но ей они показались целой жизнью, ничуть не меньше той, что была прожита ею с другой стороны. Потом крики организирующих эмоций вдруг заглушили тихие слова разума. Нельзя сказать, что они полностью привели Джоанну в себя, но вот остановиться и трезво взглянуть на реальность позволили. Джоанна в последний раз взглянула на броневую переборку, отделившую ее от прошлого, после чего без лишних прощание развернулось и направилась навстречу к будущему. Она на ржавчины на руке и слегка облупившаяся краска весьма красноречиво говорили о том, что эту дверь никому не была нужна уже давным-давно. Тем не менее, электронный замок вышел из строя, как и все остальные в комплексе. А у обычного ключ торчал прямо в замочной скважине, видимо оставленный предусмотрительным Алексом на случай, если придется эвакуироваться в срочном порядке. Она повернула его и услышала тихий щелчок запорного механизма. Дверь издала громкий страдальческий скрип и отворилась. Джоанна сделала шаг вперед. Она оказалась в небольшом полутемном помещении с заваленным какой-то хозяйственной рухлядью. Судя по всему, какая-то подсобка. Она перешагнула через ряд бутылок с чистящими средствами, обошла стенд с грязными малярными кистями. Все это было настолько обыденно и при этом настолько не соответствовало тому, что она видела предыдущие полтора года своей жизни, что казалось нереальным. Тем не менее, она продолжила свой путь через завалы хоз принадлежностей и в конце концов добралась до еще одного дверного проема на противоположной стороне. За ним обнаружилось только с кассовым аппаратом и прочее нехитрое содержимое небольшого провинциального магазинчика. Людей внутри не было, а за окнами царила темнота, и Джоанна никак не могла для себя решить, хорошо это в текущей ситуации или плохо. Она подошла к выходу из магазина. Через немного мутное стекло в двери было видно чистое ночное небо, полное звезд. Джоанна потратила минуту, внимательно их рассматривая и стараясь как можно лучше запомнить этот момент. «Солнце это тоже звезда, только находится ближе», сказала она себе. «Так что будем компенсировать качество количеством». Однако в этот момент она заметила кое-что другое. По тротуару мимо магазина шла пожилая пара, причем мужчина как раз завершал звонок по мобильному. Джоанна рванула ручку, но тут же поняла, что дверь, конечно же, заперта. Она начала судорожно перебирать ключи в связке Алекса, прикидывая, чем в дверь. К счастью, подходящий ключ нашелся быстро, и когда она таки выбралась наружу, то увидела, что пожилая пара еще не успела далеко отойти. Джоанна окликнула их и похромала вдогонку. Они оглянулись и отшатнулись в испуге. Хорошо, хоть не убежали. Джоанна понимала, что представляет собой в текущем виде жуткое зрелище, поэтому сразу попыталась выяснить, что именно ей нужно, а поскольку уверенности в том, что ее понимают не было, она старалась в первую очередь акцентировать на словах «полиция» и «телефон». Люди перед ней переглянулись, после чего мужчина к облегчению Джоанны протянул ей свою трубку. Не обращая внимания, уже ни во что вокруг, Джоанна дрожащими пальцами набрала 911, раз за разом повторяя в голове сообщение, которое нужно было сказать, и нажала на кнопку звонка. Сожалею, седьмая, но я не могу тебе этого позволить. Джоанна чуть не подпрыгнула, однако осталась на месте. Более того, у нее не получилось ни повернуть голову, ни даже перевести взгляд на источник голоса, очень знакомого к слову голоса. Она стояла неподвижным истуканом с телефоном в руке, не в силах пошевелить пальцами. Из трубки раздались гудки. Как куратор HMSL данного проекта, я инициирую процедуру экстренного отключения согласно протоколу 0732 бета. Сладких снов, Джоанна. И прощай. Пальцы Джоанны вдруг разжались, выронив телефон, да и сама она полетела вниз на асфальт. Удара правда не почувствовала. Где-то рядом из динамика телефона что-то вещал оператор, но ей было уже все равно. Сквозь стремительно заволакивающее поле зрения темноту, она увидела, как человек стоявший за ее спиной наклонился, чтобы поднять телефон. При этом он на мгновение взглянул ей в глаза. Джоанна улыбнулась и чуть слышно выдохнула. Привет, Ви. Джоанна Спаркс вновь посмотрела в глаза отражению в зеркале над раковиной. С полминуты она внимательно оглядывалась, будто в надежде увидеть там ответ на некий неимоверно важный вопрос. Так и не преуспев в этом деле, она вздохнула и плеснула в лицо прирышню холодной воды. Как ни пыталась она себя убедить в том, что на этот раз это всего лишь рассолившиеся нервы, это не давало ровным счетом ничего. В мозгу вновь зазвучали обрывки каких-то переживаний, не складывающиеся воедино. Отзвуки ничего не говорящих имен и всепоглощающие ощущения чего-то хотели в холодном поту вслушиваться в глухие удары мечущегося в панике сердца. Она достала телефон и зажала кнопку быстрого набора. Ответили уже после второго гудка. Слушаю. Раздался бодрый голос, хотя Джоанна и полагала, что в четвертом часу ночи даже вояки вроде него должны спать. Привет, Ральф, это я. Извини, если разбудила. Ничего страшного, что-то случилось? Да на постах в крыле кедров, если не сложно. А, критические дни начальства? Понимающих мыкнул Ральф, это только он так называл. Остальные подчиненные чаще сходились на старческой нервозности, а то и подступающей деменции. За глаза, конечно, но Джоанна, как и любой хороший начальник, была в курсе. Это-то с радостью. Совсем ночная смена обленилась. Им как раз внеплановой проверки не хватает. И мозгов. Ну, это уже не в моей власти. Спасибо, Ральф. На тебя всегда можно положиться. Да не за что. Не только в радость молодежь погонять. Еще что-нибудь? Нет, в остальном все нормально. Обязательно. Удачи. Джоанна повесила трубку. Начальник службы безопасности из всего персонала Зоны 73 знал ее дольше всех. Часто она задумывалась о том, что с Ральфом ее связывает гораздо больше, чем с ушедшим из-за ее бесконечных секретов и отлучек мужем или даже с детьми, который год на Рождество лишь присылающими фотографии с одинаковыми поздравительными подписями. Он прошел с ней через огонь и воду, понимал с полуслова и был одним из тех немногих, кто сопереживала ее пустым кошмаром. Хотя, в отличие от ее друзей полуночников, сам такого никогда не испытывал. К слову о полуночниках, Джоанна зажала другую цифру быстрого набора, попутно извлекая из ящика стола дожидавшуюся с этого момента бутылку джина. На этот раз она не успела услышать даже первого гудка. В трубке раздался знакомый ехидный голос. Привет, Джоанна, а мы уже заждались. Привет, Винсент, извини, заработалась. Давайте уже начинать, водка стынет, проворчал Сергей. Джоанна улыбнулась. Я-то всегда за... Кстати, Ральф привет передавал и выпить за него просил. Они созванивались так по паре раз в месяц, всегда ночью, после очередного пустого кошмара. Всегда разговор о пустяках, никогда о произошедшем. Период, когда они, будто на собрании анонимных алкоголиков, поочередно пытались передать те ощущения, что оставались после пробуждения, был пройден еще пару десятилетий назад. Каждый уже точно знал, каково всем остальным, а потому оставался только пустой треп. Разговор часто прерывался тостами, чавканем Клары, уплетавшей очередное пирожное, или кашлем Винсента после слишком мощной затяжки. Но всем было плевать. Каждый нашел себе какую-то отдушину, не одно, так другое. Просто вместе было легче. Хотя их число и уменьшилось за прошедшие годы, с чертовой дюжины до семи, давно лишив символичности придуманное Винсентом название Совет Полуночников. Джоанна иногда думала о том, что не хотела бы оставаться в их компании последней. Меж тем люди начали постепенно расходиться. Сколь неприятны были эти посиделки, но перед рабочим днем следовало поспать хотя бы еще пару часов. А потому народ быстро разбегался после того, как слегка легчало на душе. На этот раз последними остались они с Винсентом. Джоанна, а ты на этот раз случайно ничего не запомнила? А то дата от обычного цикла довольно сильно отошла. Все еще пытаешься что-то об этом разузнать? Нет, как и во все предыдущие разы. Жаль, а то я так и не накорябывал изобобщающего ничего, кроме начальственных позиций и хвалебных от в личных делах. Винс, эта аномалия умрет вместе с нами. Ее-то не изучишь и на содержание не поставишь. Смирись. В конце концов в фонде все знают только смотрители. Да уж, пожалуй. Винсент еще раз затянулся, после чего скомкал в руке пустую пачку. Я тогда пойду, наверное, а то дел с утра не в проворот. Окей, удачи там и спокойной ночи, Винс. Сладких снов, Джианна, и прощай. Продолжение следует... Продолжение следует...